Привет, друзья, я Григорий Герман. Не секрет, что одним из самых любимых инструментов российской пропаганды для чайников, то есть, ну, самых затертых до дыр в мозгах и бестолковых российских граждан, является туча всяких предсказаний и видений, которые вкладываются в уста сумасшедших, городского или федерального уровня. Внучатые племянники соседа-друга болгарской гражданки Вангелии Гуштеровой, она же Сурчева, она же Димитрова, она же Зинаида Паният, более известная как Баба Ванга. Всякие биоэнерготерапевты, электросенсы, вещуны и ведуньи на доверии разливаются мистическим сиропом по телешоу, которые смотрят те, кто не смотрит Соловьева и Скобеева, потому что, о, это политика, я в ней не разбираюсь. А так как таких в России большинство, пропаганда не может обходить их стороной и ловит на мормышку, то есть на предсказатели. И все вот эти смотрители в будущее на голубом глазу и голубом экране предрекают России вообще и Путину в частности самое, что есть, светлое и ванильное будущее. Согласно приискуранту, конечно же. Хотя объективная реальность, мягко говоря, сигнализирует об обратном. Когда у соседа вон в гробу с Украины привезли, да, а цены в магазине видели, и коммуналка дорожает, а в автобусе сказали, что Путин помер, а пенсию индексировать в этом году будут, вот кто же не хочет знать, что оно и как оно будет в будущем. Поэтому сегодня мы заглянем в будущее, но без помощи хрустальных шаров, спиритических сеансов и открытия каналов связи с космосом. Даже без карт Таро. Да, такое бывает. Зато с десятью фактами, точнее гипотезами о том, каким будет будущее России, пока в Кремле и сопутствующих бункерах, и резиденциях закуклился один плешивый злобный гном. По совместительству великий гроссмейстер и единственная надежа России, как утверждают пропагандисты, политтехнологи и предсказатели. Ну а так как одна голова, не затуманенная теориями загородов и биополями, это хорошо, а три лучше, для обсуждения этих десяти гипотез я привлек Александра Мусиенко и Игоря Идмана. Оставайтесь, будет интересно. Ну что, десять фактов о России. Факт первый. Путинская Россия никогда не изменится до тех пор, пока у власти находится Путин. Согласен ли ты с этим? Тут дело в том, что, как мне кажется, дело на самом деле в том, что Россия может и не измениться и без Путина. Вот в чем вопрос. А сейчас Путин слаб, кстати. Вот сейчас Путин слаб. Вот он реально ослаблен. Это видно, как вокруг него группировки борются за власть. И это все происходит. Все на наших глазах. То есть, насколько он обмельчал и риторика его, и этих его двойников, которые абсолютно неуместны. Сравните риторику Путина 10-15 лет назад. Как он ставил речь, как он выверял слова. И сейчас, когда до Хабалкина какой-нибудь лавочке с семечками на улице опустится. То есть, полная деградация. И мне кажется, что сейчас уже ослаблено. Я думаю, что трансформация действенная реально произойдет в России, когда Россия станет по-настоящему либо федерацией, по-настоящему федерацией. По-настоящему. Не так, как сейчас. Приставка Российская Федерация, которая только приставка, но ничего в полной мере не означает, потому что власть абсолютно централизирована. А вот когда они, во-первых, либо станут федерацией, то есть на местах республики, земли, области, почувствуют, что они вправе принимать решения, очень важные. И их слово важное. Это первый момент. И второе, когда... И, соответственно, это все приведет к тому, что они осознают себя полноценными гражданами, которые способны влиять на события, начиная со своей улицы, города, потом республики, области и всей страны. И когда будет выстроен этот новый общественный договор? Либо когда это станет конфедерация, например. То есть уже не просто в рамках федерации, а разные земли будут фактически, группы, либо там краи, области, республики, назовите как угодно. Но между ними будут договорные отношения, что вопросы войны могут решаться только, когда все субъекты конфедерации согласны. Или федерации. А для этого действительно должен быть создан двупалатный парламент. В одну из палат, куда будут входить действительно избранные представители от этих территорий. Действительно избранные, а не, как Песков говорит, выборы у нас это бюрократия. По честной, справедливой системе. И вот тогда пройдет изменение. Тогда пройдет изменение самосознания. Тогда люди начнут по-другому чувствовать. Тогда они по-другому себя будут идентифицировать и брать ответственность на себя. Ведь тут же причина еще и в том, что запрос общества, к сожалению, был сформирован так в России, что им нужен кто-то сродни Путина. Не важно его фамилия, но чтобы он фактически узурпировал власть, был царем самодержцем и решал все вопросы жизни и смерти и так далее. Это неправильное построение системы. Это деспотическая система. Ваша гипотеза, с моей точки зрения, абсолютно правильная. Первое. Что пока Путину власти никакие изменения ни внутри России, ни изменения ее внешнеполитического, агрессивного, экспансионистского курса невозможно. Естественно, и невозможно прекращение войны. Я абсолютно убежден, что никакие заморозки войны, никакие вот то, о чем многие говорят, доброходы такие, всякие явлинские там и прочее, что вот, давайте остановимся туда-сюда, все это невозможно при Путине. Даже если он остановится, то только для того, чтобы накопить просто сил, ракеты, чтобы потом еще сильнее вдарить. Вот. Значит, поэтому это просто, эта гипотеза совершенно железная, пуля непробиваемая. Вся история путинского режима в последние годы доказали, что пока он на троне, ничего не изменится абсолютно точно. Теперь о способе, которым его с этого трона, значит, кто-то сгонит, собьет, или он сам свалится без сил с этого трона, прямо в холодильник, как говорит один известный профессор. Да, вот. Значит, важен ли этот способ? Способ, конечно, имеет значение, да? Это как в известной рекламе, да? Размер имеет значение. Способ имеет значение, но это все-таки не принципиально. Чтобы главное, чтобы он исчез, да, с этого трона, чтобы его там не было. Конечно, в идеале было бы, чтобы там прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете, взял Путина на борт и отвез Гагу на суд. Но это вряд ли возможно. Вот. А из реальных вариантов умрет он, или будет переворот какой-то, или что-нибудь там, не знаю, со здоровьем у него какой-то, швах такой будет, что он не сможет исполнять свои функции. Дальше, через довольно, как вся история России свидетельствует, через какое-то достаточно близкое время будет полная перемена всего курса. В России вот такие диктаторы, персоналистские режимы, когда диктатор уходил, они заканчивались, и была действительно глубочайшая перемена всего курса. Второй пункт. В путинской России война никогда не закончится, потому что сам Путин и есть война. Согласен ли ты с этим? И насколько это выражение, и насколько вот этот вот факт, он, по-твоему, имеет отношение к реальности? Может ли Путин закончить войну? Нет. Нет. Потому что Путин допустил стратегическую ошибку. Колоссальную стратегическую ошибку. В российских военных академиях, в российских, я не беру украинский, и в военных узах читают книгшку Свечина «Стратегия». И еще есть два тома о военном искусстве. Так вот, Свечин всегда учил, и это на сайте Министерства обороны и военной академии их есть, значит, посвящение о том, что всем необходимо читать, знать, очень мудрый, значит, был все теоретик и практик военной мысли. Так он, Свечин писал о том, что когда ты начинаешь войну, ты должен знать, как это ее закончишь, как ты из нее выйдешь. И вот, и он писал, что у тебя должен быть план войны, ты должен знать, что и цели войны. По всем трем пунктам у России промах у Путина. Во-первых, план войны поменялся и не в пользу России, потому что план войны с Блицкрига стремительного, значит, наступления поменялся на войну на истощение. Война на истощение, все-таки я уверен, что Украина с нашим тыловым обеспечением победит в этом, войне на истощение. А Россия будет, ну, понятно, уже социальных нужд забирают впервые в истории России, забирают, в новой истории России забирают и передают на оборону. Значит, все на войну, и социалку уменьшают и будут уменьшать. Ну вот, это второй момент. Он затянул войну, не имея... И третье, нету из нее стратегического выхода, помимо как признать ошибочность своих суждений и решений. А он этого не сделал, которые к этой агрессивной войне привели. Абсолютно так. То есть, как советские руководители вынуждены были, по крайней мере, имитировать, что они там строят коммунизм, приближают коммунизм, то Путин должен добиваться вот этой великой победы. Потому что на этом основана его, в общем-то, легитимность. То есть, по большому счету, его так и позиционируют перед населением. Условно, мы плохо живем, достаточно скромно, по крайней мере, но мы зато отбиваемся от врагов и Путин нас ведет в какой-то победе. Мы, значит, всех, как говорил Хрущев в свое время, мы вот закопаем. Ну, что-то в этом роли. Всех врагов закопаем, победим и так далее. И плебс до сих пор, вот вы посмотрите, что творит там Соловьев и прочее. О, он так вот этот плебс подзадоривает и все другие. Ну, ничего, ничего, еще немножко, и вот уже все, Украина уже там, все уже, и то у них плохо, и все у них плохо. И это, значит, и Запад уже от них, еще немножко, и мы тут круто победим. Вот как только они обломаются, когда уже нельзя будет ничего отрицать. Понимаете, они не могут сказать, вот условно, да, ну, хорошо, мы возвращаемся, там, предположим, к своим границам, и это и есть наша победа. Нет, это не прохатает. Им нужна победа, да, вот именно парад. Вот они хотели устраивать парад в Киеве. Вот им нужно что-то в этом роде. Путин хотел, кстати, приурочить это к своему 70-летию. Вот эти все безумные, значит, торжества по поводу его великой, значит, победы, реставрации СССР, новая империя, уже путинская, не романовская, не советская. Все это, даже он к 70-ти годам должен был это все получить. Но вместо этого получил пару плюв увеситых тогда. Следующий вопрос. Пока Путину власти в путинской России Запад никогда не снимет санкции. А правда ли это? И при каких условиях Запад на самом деле может хотя бы начать снимать санкции? Ну, уже на Западе говорят, что санкции, необходимо рассчитывать, что они могут быть минимум до 2027 года, а то и сохраняться. Ведь что такое санкции? Очень часто думают, что вот там где-то в России рассуждают, вот как нас наказывают, там все. А что такое санкции? Санкции в международном праве это наказание за нарушение, одно из наказаний за нарушение норм международного права. Ну, как штраф. Вы совершили какое-то правонарушение в зависимости от степени там вины, в зависимости от... вы платите там штраф, начиная от каких-то там небольших, заканчивая там достаточно серьезно. Все. Да, и несете. И плюс, если вы причинили еще вред своими действиями правонарушения, вы обязаны компенсировать материальный и моральный ущерб. Вот так вот, а как по-другому никак. Поэтому санкции будут, и мне кажется, что санкции будут сохраняться еще некоторое время и после Путина, до тех пор, пока не будет видно изменений действительно в российской системе, что идут изменения, что они не, скажем так, не милитаризируют свою экономику, что они занимаются другими вопросами, что они не заняты значит, наращиванием опять своей военной мощи, чтобы повторить агрессивные действия. Вот до тех пор санкции будут действовать. Плюс, то, что я упомянул, моральный, материальный ущерб, компенсация, за потерянные жизни, за судьбы людей, за то, что было разрушено, дома, инфраструктурные объекты, промышленные, рабочие места, это тоже, это необходимо компенсировать. И поэтому сейчас вот на Западе идут активные шаги к тому, чтобы конфисковывать российские активы и уже передавать Украине. И это будет. Ну, а как по-другому? Я думаю, что действительно гипотеза это верная, что скорее всего пока Путин у власти Запада не снили санкции, в том числе потому, что Путин не изменит свой курс. Потому что если бы Путин условно сейчас вывел в войска со всей территории Украины, включая Крым, и начал бы платить репарации, то Запад, конечно, бы снял санкции, но Путин этого, конечно, делать не будет. И поэтому пока, я думаю, даже я бы не так сформулировал, пока Россия не оставит все оккупированные украинские территории и не начнет платить Украине репарации, полностью западные санкции сняты не будут. Я вот Австралию это убежден. Я даже думаю, что снятие западных санкций будет увязано еще не обязательно с выплатой репарацией. То есть, например, откроются опять западные рынки для российских энергоносителей, но какой-то процент прибыли Россия будет обязана выплачивать Украине в виде репараций. То есть, такие вещи могут быть, но это все постпутинскую эпоху и постпобедобесную эпоху. Когда рухнет религия победобесия, рухнет режим Путина и будет какая-то новая форма политического существования построссийского пространства. Я не знаю, что там будет. Будет ли Единая Россия, будет ли какая-то конфедерация, будут ли какие-то другие там варианты, но в любом случае, в любом случае, пока они не уйдут с территории Украины, не начнут платить репарации, никакой отмены санкций не будет. Четвертый пункт, четвертый факт. Сейчас в России отношение к участникам СВО является, мягко говоря, неоднозначным. И факт этот заключается в следующем, что в путинской России погибшие или вернувшиеся с войны инвалиды СВО всегда будут изгоями общества, потому что у них нет чувства благодарности к вернувшимся с фронта, наоборот, их потихонечку начинают тупо тихо ненавидеть, не понимая, они туда поехали. Да, так и есть. Так и есть. И ну, собственно говоря, если они рассчитывают на то, что их там будут уважать, принимать, максимум, на что они могут рассчитывать, это то, что они будут где-то в госпитале те, кто выжил, и кто-то к ним придет, какую-то медальку вручит. Или какую-то, может быть, когда-то и машину кому-то. Ну, это погибнуть, наверное, надо, чтобы семье все-таки. Но, может быть, кому-то из живых тоже. Не то, там дрова уже нынче вместо машины. Дрова там и так далее. собственно говоря, ну, вот так вот, да, такое вот отношение. Слушай, а почему на самом деле? Давай, вот ты можешь объяснить, почему? А я объясню. Я объясню. Необходимо понимать, что многие, скажем так, книги и учебники, вот просто вот зайти на сайт Министерства обороны России, посмотреть рекомендованная литература. И вот рекомендованы по рекомендованной литературе, там начинается все с Суворова наука побеждать и далее, далее, далее. Это Островский, как закалялась сталь, Жуков, воспоминания, Рокоссовский, там, Конев и так далее. И так, пошло, поехали. Все впирается в Вторую, Вторая мировая война. Все туда, вся история, значит, все, за ценой не постоим, победа, победа, победа. И нету практически ни одной книги о судьбах дальнейших, а как, что сложилось, а как жили дальше, а что, а почему вот, а почему нету? Ну, потому что не все так было гладко. Даже после окончания Второй мировой войны, в котором Советский Союз был победителем, Украина внесла вклад огромный в эту победу тогда. Я хочу напомнить, что было очень много коллег, очень много людей, которые остались покалеченными. О них, по сути, и это была такая боль, бедность тотальная, и о них практически никто не заботился. Какой там подвиг, все. Почему Сталин не проводил парадов победы? Именно поэтому свежая, боль была свежая. И вот поэтому и вот то, что касается, и вот то, что касается, скажем так, побед сейчас, фронта, да, там идут, СВО, так называемое, все хорошо. Потом возвращается, ну, в сторонку куда-нибудь, там, где-то, вот где-то, все. Ну, а каким образом, а что случилось с людьми, которые вернулись после Афганистана? Да, да. Рэкет, бандформирование, кто-то спился, кто-то еще, что-то, ну да, были люди, которые стали на ноги, организовались и бизнесы, и системно, и работали, и достигли огромных результатов. Но были и такие. Поэтому вот так вот. И, конечно, никакой там благодарности нет, потому что, что бы там не рассказывало российское телевидение, но население, это Россия, оно же понимает, что, в принципе, никакой агрессии против России не было, что от кого защитили, никто и не наступал на Россию, все было ровно наоборот, это во-первых. Во-вторых, в России, Россия же страна такая в культуре, в социальной культуре российской всегда элемент присутствовал зависти. Они очень много зарабатывают, это известно, по российским стандартам, особенно региональным, те в Бурятии где-нибудь, да, то есть зарплата, которую получают контрактники, например, она, ну, просто на порядок, даже, наверное, больше, чем на порядок, да, на два, наверное, порядка, больше, чем зарплата обычных людей. И они так к ним и относятся. Вот, за большой деньгой поехали, решили, значит, обогатиться, а там, значит, непонятно, чем занимались в этой паровине, которая нам, как они говорят, в большинстве не нужна. А сейчас вот приехали, права качают, все это им, конечно, припоминают, и будут, чем дальше, тем больше припоминают. Сейчас тыка еще защищают путинские эти правоохранители, в кавычках, силовики, они могут там жаловаться, меня обижают, там ветеран, значит, я кровь проливал и так далее. А вот через какое-то время, когда будет новый режим, конечно, им будут макать носом в собственные экскременты и говорить, а кто тебя туда посылал, ты туда деньги приехал, пошел зарабатывать большие, пока мы тут, значит, при Путине последний ты и дали х** без соли, ты там, значит, жировал, ты, значит, зарабатывал, деньжище, сволочь такая. Так ему припомнят и припоминают уже. Факт заключается в следующем. В путинской России будет усиливаться межнациональная вражда и межнациональные конфликты, конфликты на национальном, по национальному признаку. И, между прочим, ловля евреев в турбинах самолетов в аэропортах, это, мне кажется, далеко не самая популярная будет забава. Да, да, так и будет, потому что я говорил о том, что сконструированный проект государственности, он к этому ведет, потому что Россия думала все вывести вовне, Путин вот думал, как по советам, значит, там, Суркова, там, других, мы сейчас пойдем войной, всех туда и всех, значит, таких вот пылких отправим, пускай они гибнут на полях сражений, там, и так далее, и так далее, пассионарии в этих, а не вышло, они остались. И вот сейчас, когда комплекс целых проблем социально-экономических, он внутренний, он начинает бурлить, это все переходит в том числе и выяснение отношений на почве национальной, на почве того, что к кому, какому ты принадлежуешь, к какой национальности, расе и так далее. То есть, это все происходит на самом деле. Видно, очевидно, что с одной стороны есть какой-то проект Кавказа и дальше, но это проект такой, наверное, радикальный, да, возможно, даже исламистский в чем-то по созданию возможно-халифата в России. Ну и последуют другие, которые скажут, а мы против этого, и мы не хотим платить вам дань, как было, ну тогда что, конфликт неизбежен. А вот эти все проблемы, которые есть, необходимо всегда найти виновного. Ну то есть как, ну вот есть, вот есть серьезная проблема, надо найти виновного. Да. Вот кого будут искать, будут искать, а почему он виноват? Да потому что у него такой цвет кожи, потому что у него такие глаза, ты что не видишь, это же еврейский заговор, а это заговор дагестанский, а это заговор еще какой-то, а тут китайцы приехали, еще, а тут тувинцы о чем-то заговорили, а почему так Казань не развивается, что это они себе позволяют там и так далее. и вот это все оно будет, оно будет постепенно, оно уже бурлит. Это все опять же таки, от того, что не решаются социально-экономические проблемы подлинные, Россия их пытается решить вовне, но вовне не получается, потому что нет успехов, побед нету на фронтах. Межнациональные конфликты будут нарастать, но в случае ослабления власти, понимаете, это так опять-таки в России всегда было, то есть когда этот режим начнет сыпаться, а я считаю, что это неизбежно, конечно, все эти межнациональные конфликты тут сейчас загнаны, они выйдут, вылезут вперед, да, выйдут вперед. И в том числе не то, не просто межнациональные конфликты, а антиколониальные настроения, антиколониальная борьба народов России. Сейчас просто народ запуганных. Вы знаете, вы думаете, там условно, там татарам, якутам, дагестанцам нравится, что вот это безумное сейчас пропаганство, пропаганда русского национализма на телевидении. Все эти «я русский», там шаманы какие-то поют. Я человек, я родился в Нижнем Новгороде по Олзии и вырос в виде по Олзии по Олзии. Отношения у них были очень сложные, мягко говоря, с русскими. Они, конечно, и дружили, и общались, но, не знаю, это было, как бы, особенно это татар, казанские как татар ощущалось. Это отношение было очень осторожное и напряженное. И понятно, что когда началась перестройка, бы власть ослабела и уже не смогла все это забить в асфальт все эти, значит, раски национального самосознания, оно стало проявляться. Я, да, то есть я тоже прекрасно все это помню. Какой там приятель говорил своему сыну, чуть не новорожденному, запомни, ты татарин, ты запомни. Да, то есть все это есть. И, конечно, ему все это безумно не нравилось, что русские строят из себя старших братьев, что они-то там вот эти все в культурном плане попытки как-то русификации, все это безумно раздражает народу. То, что касается каждого россиянина, в путинской России, и мы уже видим это и слышим в высказываниях пропагандонов, конкретно Бурулева, будет усиливаться беззащитность россиян перед властью и перед силовыми образованиями, типа, не знаю, там, Кадыровцы, Росгвардия, местные какие-то батальоны и так далее и тому подобное. То есть в России законность будет все меньше и меньше. В России все сложнее и сложнее простому гражданину будет найти защиту от государства и от закона. Правильно ли это? Правда ли это? Да, да, конечно. Потому что уже сейчас очевидно, ну почему вот возникла идея создавать так называемые частные военные компании где-то при концернах, там, Росатом, Роскосмос, Газпром и так далее, Роснефть. Ну почему? А потому что по той причине они понимают, что монополия на применение силы от центральных органов власти уйдет, но кто их защитит? Кто их защитит? Будут бунты, пойдут грабить, пойдут, значит, забирать, пойдут народное имущество отбирать, кто их защитит, кто их гарантирует, награбленное и добытое коррумпированным путем защитить. Ну вот необходимо создавать. Очевидно уже, что, ну и потом, все отряды, которые создаются, Штормзет, Тигр, Ветераны, Рысь и многие другие редут так называемые частные военные компании. Вот, например, статистика была по Крыму. Я просто приведу. С сентября мобилизовали 3000, вообще не выполнили план. Вот не выполнили план, Россия не хотят идти служить, люди в оккупированном Крыму должны были, значит, мобилизовать 60 тысяч. Но вот конец года они дают показатель 23 тысячи, кого-то мы не насильно взяли, 3000. Значит, из них, из них 2000, это частные военные компании. Причем, не факт, что они едут в зоны боевых действий, они действуют где-то для того, чтобы обеспечивать охрану. Так уже, это на государственном уровне идет. они уже предлагают систему, когда какие-то концерны, когда какие-то компании, фирмы могут создавать соответствующие отряды, вооружать их, а потом что, будут вооруженные отряды, во что они превратятся? Вот они стоят, оружие у них есть. Ну, там побывали где-то на войне, еще что-то, все, денег нет, не платят, пошли, где же взять? Ну, есть оружие, давай кого-то грабанем. Да, да, да. Но есть, давай кого-нибудь там, значит, на улице, давай какой-то банк, давай какую-то там фирму, давай какой-то погром устроим, просто, чтобы о себе заявить. Может быть, кто-то захочет перерасти из радикального террористического, радикальной террористической группировки какое-то политическое движение. Прецеденты в истории есть. Да, вы знаете, я уже тоже говорил об этом неоднократно, что если путинский режим просуществует какое-то обозримое время, он будет катиться все больше и больше к образцам сталинского террора. То есть Брежнева уже переплюнул в значительной степени, сейчас были заключены по России больше, чем было при Брежневе. Ну вот, будет эволюционировать к сталинскому террору, ну просто по таким объективным историческим законам, что диктатура, чем больше у нее разных вызовов перед ней стоит, а у неудачной войны это серьезнейший вызов для диктатуры, затянувшийся, не дай бог, затянет. Неудачная война. Нужно ее цементировать. Ее действительно цементирует, репрессии увеличиваются, все больше людей показываются в тюрьму, все больше людей уезжает под угрозой арестов. Так что я убежден, что уже давно там составлены списки несогласных, недовольных в России, и как только Путин щелкнет пальцем и скажет пора, ФСБшные псы сразу же этих людей потачат в кутузку, и это будет новый 37-й год. Такое вполне вероятно, если опять-таки, как я уже сказал, путинский режим просуществует какое-то время, и у него будет это время на эту эволюцию. Значит, мы будем надеяться, что этого времени у него уже нет. И на это должны надеяться россияне, если хотят просто спасти собственную жизнь. А так, следующий. Единственное, что сейчас спасает Путина, это достаточно высокие цены на нефть, да, и то, что не удается полностью перекрыть нефтегазовый кран, а кран, через который поступают деньги в российскую экономику. Но, тем не менее, да, все равно этот кран будет все уменьшаться, 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 и уровень жизни будет падать. Поэтому факт номер 7, по-моему, заключается в том, что у России при Путине нет перспектив развития повышения жизненного уровня, да, есть только перспектива меньше хлеба, больше танков. Ну, так это уже происходит. Бюджет, который сформирован на 2024 год, предусматривает, что социальные, социалки, социально-экономических расходов снять деньги и направить на нужды обороны и военно-промышленного комплекса. Это уже сейчас видно, то есть денег не хватает. На самом деле спасает путинскую экономику одна страна, Китай. Пока Китай терпит вот так Россию, пока Китаю нужна Россия для того, чтобы бронелоба вот так топорно и примитивно вести войну и чтобы пока они не достигли большой сделки с Западом с Соединенными Штатами, им нужна Россия, они будут спонсировать с большой скидкой, покупать там и так далее. Понятно, что под это и цены на нефть, ну вот уже европейцы, например, Европарламент говорит о том, что ну как-то сжиженный газ из России не надо нам закупать, давайте проголосуем за то, чтобы ввести санкции и чтобы потолок ценно нефище снизить на российскую, то есть давайте работать. И скажем так, далеко не радужные перспективы на самом-то деле, тем более санкции не уменьшаются, они только изменяются и расширяются против различных секторов экономики, физических и юридических лиц в России. И перспективы для улучшения ситуации нету и не видно, а близко даже на горизонте. Ну вот пока держит Китай. Да и в общем-то и по статистике видно, даже по официальной, что примерно с 2014 года, как раз начало войны против Украины, как минимум стагнация идет. Периодически уровень жизни даже падает, потом может быть немножко выравнивается, но никаких перспектив, никакого роста, никакой позитивной динамики нет. Это очевидно. Знаешь, что и особенно после 2022 года инфляция тоже растет, увеличивается и рубль все-таки падает, пусть не такими темпами, как в начале войны. Так что, а уж перспектив на будущее каких-то нет и даже близко и рядом, потому что уехала из России айтиотрасть, просто собралась, уехала. Самая важная точка роста такая в современной экономики, это айтиотрасть, триггер, триггер роста. Нет, все, уехала, в огромном количестве, уехали программисты, уехали компании, ушел международный капитал. Ну, у России остается единственное, если мы сейчас вот так вот решим, что этот режим в том или ином виде сохраняется, предположим, война как-то подмораживается, не знаю, ну, какая перспектива у России? Одна только, стать, или, вернее, продолжить усилить вассальную зависимость от Китая. Россиян уже к этому и стать вот такими сырьевым придатком Китая, вассал, сырьевой вассал Китая. Россиян уже к этому готовит. Следующий, восьмой пункт. в путинской России россияне и дальше будут жить в условиях лицемерия, лжи в отношениях с властью прежде всего. То есть, так, как происходит и сейчас. Конечно, они так и живут, потому что для них создают картинку на ток-шоу, на федеральных каналах, во-первых, лицемерная ситуация, поскольку, что они все о войне против Украины? У них своих проблем внутренних нету. Да мы больше. На нашей территории идет агрессивная война. Пришел оккупант, Россия. Мы больше определяем иногда времени и повестки дня на то, чтобы какие-то внутренние проблемы обсудить и так далее. Мы находим на это время. Хотя на нашей земле агрессоры необходимо давать отпор, и это приоритетная цель. А они что? Все Украина, война против Украины, как плохо в Украине, как плохо в Европе, а не замечать, как плохо в России. Это что? Я, кстати, замечаю, не федеральные каналы, а региональные. Они привлекают внимание. Они действуют правильно. Они говорят, что там улицы не отремонтированы, там мусор не вывозится, там воды нету месяцами и годами, там еще какие-то проблемы. Там никак газифицировать не могут. До сих пор все проблемы, которые есть. И так далее, и так далее. Масса проблем. И очень много. Но это уже лицемерие? Это уже лицемерие? Постоянно говорить, как плохо у других, а как у нас все тут значит, а как у нас вообще не замечать, да плевать, как у нас. Собственно говоря, живут себе, как там, допустим, живут эти посполитые, рабы, крепостные. за счет чего они интересоваться. Вот, собственно говоря, это уже есть лицемерие. Это искривление повестки дня, которое ведет к деформации сознания. Пока существует Путин, ничего изменить не может, но режим этот обречен, потому что он должен, его утопия победоносная, она же победобесная война, рушится на глазах, и режим фундаментально, внутренне, даже идеологически обречен. Факт заключается в следующем, что в путинской России россияне никогда не смогут вырваться из тисков цензуры и из этого удивительного розового мира российской пропаганды. Пока Путин в Кремле, пропаганда будет шарашить, что немая. Пропаганда будет шарашить, понятно, это очевидно, и будут одурманивать людям, значит, но они тоже, они так обмельчали, эти пропагандисты, деградируют, не работают над собой, я бы выгнал их всех уже бы давно, под статью бы подвел, есть за что, и ФСБ не смотрит за этим совершенно, теряет контроль над ситуацией, ну, разбалансированная система. Но такие жуткие вещи несут. В этом я согласен, но я не согласен с тем фактом, что пока Путин в Кремле цензуру невозможно преодолеть. В 21 веке в мире современных информационных технологий тот, кто ищет для себя источники альтернативной информации, он их найдет. И их гораздо легче найти, нежели как наши родители, отцы, деды, деды, бабушки, мамы искали или радио «Свобода», или «Голос Америки» какую-то волну на радиолах, либо на каких-то радиоприемниках. И делали это с огромным риском, чтобы не попасть под уголовную статью. И это же пробивалось, и тогда сигнал пробивался, несмотря на то, что глушили. Так это радио. А сейчас что? Сейчас технологии, когда ты можешь получить информацию, даже когда эти сайты, агенты какие-то, или так далее. Тем более, есть много оппозиционных медиа, СМИ российских, которые открывают это все, которые открывают глаза на внутренние проблемы России, на все, что происходит. Они же есть. Там, кстати, работают российские граждане. Не хотите, не надо там читать украинское, читайте вот это. Читайте, что пишут там. Есть российские службы Deutsche Welle, Радио Свобода. Очень-очень много европейских агенций, которые пишут реалии, но то, что происходит. Да. У Радио Свобода есть вообще служба, которая пишет о разных регионах России, о их проблемах конкретно, не просто. Вот, вот, да много всего. Было бы желание, и тогда все можно найти. А если кто-то приходит вместо Путина, насколько он сможет сохранить вот этот вот режим пропаганды, сохранить это оружие, влияние на ширнормассы? Я думаю, что, как я уже сказал, что после Путина будет такая русская смута в период разборок. А потом кто-то, кто в результате этого всплывет наверх, конечно, инструменты влияния на население, там пропаганды, будет зависеть, опять-таки, кто это будет и какой будет режим. Я не исключаю, что, я не исключаю, что какие-то все-таки наконец-то в России произойдут демократические перемены, и те регионы, те республики, которые захотят уйти, уйдут, а оставшаяся часть, на оставшейся территории будет сформирован какой-то демократический режим. Я это не исключаю. Почему? Потому что я считаю, что вообще это вестернизация и демократизация, это все-таки столбовой путь развития цивилизации. Просто люди в разные страны в разное время к этому приходят. И если мы вспомним, что даже европейские страны шли с большим трудом и с большими отступлениями назад по этому пути. Снуши Германию, если можно вспомнить, Италию, Испанию и так далее. С каждым днем продолжения пребывания Путина у власти Россия все дальше и глубже погружается в состояние страны, которая живет за железным занавесом. Как Советский Союз, но только с, как это говорится, с Блэк Джеком и для руководителей и для высшего состава. Потому что там советский партсостав, он все-таки этим не не бравировал и не распускал особо хвосты. Внешне все были строгие, семейные и так далее. Все, что там происходило в банях при комитетах комсомола, это отдельная строка. А вот будет Советский Союз, только власть еще и не будет скрывать ни своего богатства, ни своей распущенности. Но при этом будет железный занавес. Согласен ли ты с этим? В подчасти да. Но у тех, кто хочет еще уехать и кто хочет там уехать какую-то эмиграцию политическую, стать беженцем политическим и так далее, еще возможности открыты, при условии, что они действительно уезжают, они не хотят идти воевать и так далее. То есть еще на самом деле эти какие-то перспективы и возможности есть. они закрываются с каждым они закрываются естественно. Поэтому тем, кто хочет необходимо делать ноги как можно скорее. Я когда-то говорил там через Хабаровский край там клюквенные поля, чтобы собака след не взяла. Не точно. Пограничных ФСБшных. Так вот, ну на самом деле да. Они закрываются и Россия скатывается и деградирует вот как раз к железному занавесу. Но тут вопрос опять же таки, что вопреки всему мне кажется, что будет масса тех людей, которые будут ну вот хотеть как жажда знаешь, источником информации. Они хотят ее получать, реальную информацию, правдивую информацию, честную. Потому что есть люди, которые далеко не думают так и они против и войны будут выступать и против всего, что происходит. Это тоже еще один момент. Им необходимо как-то объединяться. Да, уголовные преследования, да, наказания, но необходимо действовать. Скажем так, вот такого железного занавеса, который был в Советском Союзе, его нет. И нет сознательно совершенно. То есть было две тоталитарных стран, тоталитарных между ними было два варианта логики. Первый вариант, как в Советском Союзе, никого не пущать никуда, а второй вариант, наоборот, как делала Куба во времена Кастро и последствия. А парк, наоборот, выпускать периодически. Что когда накапливается какое-то внутреннее удовольствие, чтобы она детонировала внутри страны, выпускать его на Запад. Берите, значит, руки в ноги на лодке и вперед во Флориду. И без вас нам спокойнее. В результате сейчас кубинцев по-моему во Флориде чуть не больше, чем на Кубе. Но то, что там они производят гораздо больше национальный доход или валовый продукт, это уже 100% просто на порядок, наверное, чем вся Куба. Значит, да. И Путин пока придерживается вот этому концепции Кастро. То есть он с радостью и с удовольствием отпускает людей, которые недовольны за границей. Более того, сажают только тех, кто, или в основном, тех, по крайней мере, из известных людей, кому, в общем-то, предлагают уехать, но они не хотят уезжать и хотят бороться. Ну, известный случай Навального, когда он сам приехал в Россию и что все фактически. Но другие случаи тоже, там, Илья Яшин, Владимир Кармуза и прочее. У них было множество возможностей уехать и власть дала, когда они уедут. Но когда они поняли, что ничего другого не сделаешь, то пришлось их сажать. То есть я думаю, что Путин пока будет придерживаться этой тактики, все-таки выпихивать людей за границу. Но, как я уже сказал, режим по мере его скатывания в дальнейшее скатывание катастрофе и дальнейших проблем может прибегнуть и каким-то сталинским вариантам репрессий тоже, в том числе людей там забирать по спискам, те, кто вовремя не уехали. Ну вот, как-то так. Извините, что без на земле и в воздухе будет столько замерзшей воды, когда придут в четверг воздать почести, тот, кто это совершит, никогда не был столь прекрасным, с четырех сторон придут поклониться им. Ну, короче, вот этот вот бред в стиле Настрадамуса, да. Или без «Никто не сможет остановить Россию, все сметет она на своем пути, не только сохранится, но и станет властелином мира, да». Вот как вещала в 79-м году незрячая болгарская бубленция, чьи мощи, в смысле предсказания, так любят таскать по студиям представителя «желтой» части пропагандистского спектра. Никакого флера загадочности, зато правдиво. Путин залихватски, как извозчик-идиот с хихиканьем и покашливанием, ведет колымагу российской государственности прямо в канаву, откуда несет непередаваемым ароматом Советского Союза, только без идеи, без дешевого бензина и коммуналки, зато с яхтами и дворцами у чиновников, поголовными взятками и несправедливостью. Канавы, в которой очередное поколение российских граждан сможет убедиться в истинности аксиомы о прямой связи между свободой слова и анлимом колбасы в магазинах. В том смысле, что сначала пропадает свобода, а потом и колбаса. А так как Путлер собирается сидеть на троне и вести войну за ваш счет до своего конца, учите слово «дефцит» и «старший товаровед», товарищи россияне, «вкус спи-с-фи-с-ки». Google поиск Райкин дефицит видео. До встречи, друзья! Ведь нам есть о чем поговорить.